Олег, добро пожаловать в нашу студию. Хочу вас спросить сначала об общей общественно-политической атмосфере, в которой Беларусь подходит к приближающимся президентским выборам. Спасибо за приглашение. Рад общаться всегда с голосом Америки. Но если в самых двух словах самое важное, в отличие от того, что было 5 лет назад перед предыдущими президентским выборами, это, конечно же, Беларусь оказалась в тени российско-украинского конфликта. Кто-то говорит о войне. Это повлияло на практически все стороны жизни. Буквально повседневных общений и настроений простых белорусов до позиции правительства, президента. На предстоящие президентские выборы определенные воздействия оказалось, и на международное положение Беларуси. Вот это самый общий такой ответ. Получается, что в этом году, в частности, президент белорусский Лукашенко вышел не без удовольствия. И опять на международную арену можно было наблюдать, что, в общем, и с мировыми лидерами он начал общаться с энтузиазмом. А для своих перспектив на президентских выборах, какой он таким образом, он обеспечил себе какое-то место для маневра, как говорят некоторые. Конечно, вы правы, безусловно. Во-первых, это началось не в начале этого года, это уже прибыли лидеры, немецкий канцлер и французский президент прибыли в январе, как известно. А начался процесс. То есть, если под началом этого процесса подразумевать первую встречу, переговоры между представителями конфликтующих сторон Донецка и Киева, это было в августе началось. То есть, недавно год отмечали, начало этого процесса. Конечно, да, он получил большие дивиденды, но не только в силу своей какой-то особой позиции, хотя этого тоже. Тут вопрос более глубокий, более фундаментальный, если говорить. Дело в том, что, буквально чуть-чуть маленькая предыстория, когда начался Майдан в ноябре позапрошлого года, в 2013 году, то, как и 9 лет назад, в 2004 году, очень многие, конечно, и в Беларуси, и за пределами, в разных странах, те люди, которые ожидают перемен, они думали, что вот сейчас этот импульс пойдет, так сказать, вширь разные страны, захватить, в том числе Беларусь. Один из, что ли, из индикаторов такого вот ожидания был тот факт, что почти все лидеры белорусской оппозиции зачастили вот с конца ноября, в декабрь, до середины января, пока первая кровь не стала проливаться на Майдане, зачастили на Майдан, выступали со стихами, с поддержкой, за руки держались, так сказать, там, и Цунюк, Порошенко, Тегнебок и все это, ожидая, что тем самым вернувшись в Минск, они получат в глазах белорусской публики дополнительный, так сказать, бонус. Ну, их рейтинги возрастут и все, тем более, через полтора года ожидалось Пезинский Украин. Получилось ровно наоборот, ровно наоборот. Что получилось? Что белорусы, несмотря на то, что общее положение в стране продолжает, в общем-то, не так стремительно, как года 3-4 назад, но все-таки ухудшаться. Экономическое положение ухудшается, особенно после обвала российского рубля в конце прошлого года, потому что экономика белорусская и российская очень честно взаимосвязаны, это, конечно, влияние оказалось. Белорусский рубль стал слабеть и прочее. В общем, по всему. Короче говоря, при проведении опросов на Пемере создается вопрос, как вы себя чувствуете, ваша семья, последние три месяца, по последним данным Независимого института социально-экономических и политических исследований, в июне большая часть отвечает, что стала хуже или такая же, а чтобы улучшилась где-то меньше 10%. Задается ли вопрос, а вообще в целом положение в стране идет в правильное направление и в неправильное? Половина неправильная, там где-то не больше трети, только правильная. Находится ли экономика в кризисе и свыше почти 3 четверти 73%, она в кризисе. Ожидалось бы, я думаю, да, по логике, что в силу таких причин, ну, у Лукашенко должно меньше-меньше-меньше рейтинг, оно будет оппозиция и все прочие альтернативы, как все будет. Но получилось ровно наоборот, вот я начал с визита лидеров оппозиции на Майдан. Почему? Потому что в массе своей, я говорю не за все, конечно, 100% населения белорусов, но в массе своей, основной, так называемый массовый белорус, как массовый россиянин, массовый украинец, не знаю, насколько можно говорить, а массовый американцы. А массовый белорус воспринял все события на Украине как угрозу безопасности, стабильности. Если мы все помним, там, чуть ли не со школьных времен, пирамида Маслоу, основных потребностей человека, помните, наверху, там, любовь всякие такие, а внизу, так сказать, безопасность, еда и так далее. Вот пирамида перевернулась сейчас за эти полтора года, и большая часть, ну, все-таки миллионы людей, в Беларуси живет почти 10 миллионов человек, избирателей 7 миллионов. Это, конечно, не Россия, не Украина, но все-таки достаточно большая страна. Вот обратный эффект. И несмотря на то, что все эти ухудшения продолжаются, я уже сказал, в экономике, там, в социальном положении и так далее, вот эта основная масса, наоборот, откачнулась в сторону батьки, так сказать, как многие называют президента, и его рейтинг, который там в 13-м, начало 14-м, он постепенно снижался, снижался, вот как раз из-за этих процессов экономики, как везде, он пошел вверх. Конечно, не такой степени, как у Путина, так сказать, Крым наш все-таки не белорусская идея, что называется. Вот такое вот положение. Поэтому я бы сказал так, что Лукашенко скорее поймал эту волну, потому что он уловил вот это вот настроение. И на фоне этого настроения он стал вот играть свою эту игру. Ну, а плюс к этому еще прибавилось вот относительный дипломатический успех вот его этих усилий. Начался в августе, пока это только приезжали, так сказать, комиссары, там, Донецкой Народной Республики, Луганская, все это на более таком низком уровне. Вот вы только что упомянули, а уже через несколько месяцев приехали лидеры Европы. Не они его пригласили куда-то там в Париже, а сами к нему приехали. Поэтому, конечно, вот из-за этого сегодня, как я уже вам сказал, страна и общество, и государство, ну, как раньше выражались пафорно при советской власти, встречают приближающиеся выборы, но немножко по-другому, чем 5 или 10 лет назад. Олег, ну поразите цифрами, пожалуйста, какие рейтинги? Рейтинг по июньскому опросу, ну я напомню, что такое рейтинг. Это вопрос, что если бы президентские выборы состоялись завтра, в следующем воскресенье, как бы вы голосовали? Открытый вопрос. Он тогда составил 37,5%. Я не сомневаюсь, что вот сейчас по опросу сентябрьскому он, скорее всего, будет выше. Я думаю, он выше 40%. Вы можете сказать, ну, что это, 37%, это не путинские там 8-7, это правда. Но если мы ретроспективно посмотрим, перед этим, что было последние года два, скажем, с середины 13-го до середины 14-го, то он, как я уже сказал, снижался. Когда-то был там, так сказать, 47, там 45, потом 41, потом он снижался до где-то 34-х. Поэтому немножко пошел наверх. Это нельзя сказать, что он уже, так сказать, как ракета взмыл, но он идет наверх. Но тут надо смотреть, знаете, в контексте не просто на сам рейтинг президента Лукашенко, потому что я сказал, что он хоть и растет, но он не такой ошеломляющий, как там в России, а в сравнении с другими. А как я уже упомянул, и так небольшие рейтинги оппозиционных лидеров, оппозиционных партий, оппозиционных программ, структур, идей, которые раньше фиксировались, небольшие, это несколько процентов. Сейчас они, как сам любит говорить президент Лукашенко, ниже пояса. Плюс добавилось к этому тоже уже ставшее традиционное такое явление для белорусской оппозиции, это ее все большее дробление, выяснение отношений между собой. Последние несколько месяцев там они уже обвиняют, кто ты в КГБ, или я в КГБ, или ты, или они, кто, так сказать, больше продал там Родину, и кому продал, и за сколько Родину, и так далее. То есть разговоры о едином кандидате оппозиции? Да, разговоры шли, где-то года полтора, собирались, обсуждали, но, в общем-то, все это в туне, так сказать, осталось. А когда де-факто получился более-менее единый кандидат, ну, что значит де-факто? Если вы знакомы сейчас с раскладом политическим, зарегистрировано, ну, было 8, сейчас вот уже подписи зарегистрированы у, значит, четырех кандидатов, Лукашенко плюс еще трое, и из них представитель оппозиции одна женщина, Татьяна Короткевич, вот она представляет инициативу по проведению народного референдума и кампании «Говори правду», которая когда-то Никляева завляла. Так вот, если еще буквально полгода, год назад она была выдвинута коалицией, которая за народный референдум, куда входило четыре ведущие партии, то практически все они почти сейчас отказались, дезавуировали свою поддержку, она осталась одна. То есть человек де-факто легально собрала она, ну, ее команда, эти 100 тысяч подписей необходимые для регистрации, зарегистрирована, и когда она де-факто стала единым, так сказать, даже все подпорки, которые были относительно, и те под нее вырвали. Поэтому, ну, это вот вам еще одно свидетельство того, что происходит с оппозицией. Ну, вот говоря о лидерах оппозиции, сейчас накануне выборов, насколько я понимаю, они возвращаются в страну ведь. И некоторые говорят о том, что, возможно, это является сигналом того, что стагнация заканчивается в политической жизни в Беларуси. Так это или нет? Ну, я бы не спешил с такой оценкой. Я понимаю, что вы, видимо, прежде всего имеете в виду, во-первых, то, что Лукашенко освободил уже почти месяц назад, ну, три недели назад, политзаключенных шесть человек во главе с бывшим кандидатом Статкевичем Николаем. Вот. И вчера утром вернулся, значит, бывший тоже политический беженец, тоже кандидат десятого года в выборах. Это Олеся Михалевич. Вот. Я знаю, да, что некоторые аналитики и политики в Беларуси за ее пределами интерпретируют эти факты вот как свидетельство такого некой новой оттепели, что уже говорит о том, независимо от того, какие там будут итоги, сколько там кто получит, что нарисует, цыпь не нарисует цыпь. Эти факты сами по себе уже говорят о том, что вот, значит, тредактно это, так сказать, раскрывает, знаете, такая огромная ракушка на дне океана. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Это не так. Если возвратиться к бессменному лидеру страны, опять поговорить о международных связях, которые восстановились в последний год, скажем так, да, можно ли сказать, что вот этим общением с международными лидерами и вообще своими миротворческими инициативами, в частности, Лукашенко, а в какой-то степени обеспечил себе гарантию невмешательства международного сообщества в то, что будет происходить в ходе выборов и после выборов? Ну, опять-таки, если совсем коротко говорить, там да-нет, я скажу, что да. Да-но. Ну, а давайте посмотрим, Юля, ну а какое такое особое вмешательство было в 2010 году, в 2006 году, в 2001 году со стороны Запада и международного общества? Да-да-да. Ну, вот УБСЕ констатировало, предположим, тот факт, что выборы не были честными, справедливыми, транспарентными и так далее. Ну, основываясь даже, если вот этот тренд продолжится нынешний, последнего, так сказать, года, последних несколько месяцев, что Запад все-таки более лояльно относится к Лукашенко, пытается как-то, так сказать, мосты наводить и так далее. Если тренд продолжить и ничего такого не случится, никакого нового 19 декабря, то есть в 11 октября, если никаких там провокаций ничего не будет, ожидать, что, вы знаете, полный будет recognition, то есть полное признание, и что наблюдатели именно УБСЕ, а не СНГшные, скажут вообще все, так сказать, без сучка и задоринки, я думаю, что нет. Мне кажется, я не настаиваю на своем, так сказать, предвидении, но мне кажется, будет так, скорее всего, будет зафиксирован определенный прогресс по сравнению с тем, что было в 2010-2016, в первом годах. В оценке международных. В оценке международных, да, итогов. Но чтобы сказали, что все претензии сняли, все было прозрачно, то есть free and fair elections, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли, по той простой причине, что реальных подвижек внутри страны, в политическом процессе, в том числе вот в той кампании президентской, которая де-факто стартовала уже где-то вот с начала лета, ну, в общем-то, нет. По оценкам электоральной активности будущей, насколько высокая она будет? Тут, я думаю, я могу вполне определенно ответить. По результатам, опять-таки, опроса общественного мнения, проведенного НИСЭПИ в июне, точно или, скорее всего, тогда уже сказали, пойдут голосовать 72-73%. Но, как показывает практика, под практикой я подразумеваю сравнение результатов предвыборных опросов НИСЭПИ и других независимых организаций, которые проводят опросы общественного мнения, с фактической явкой, показывает, что на президентских выборов ниже где-то 75% явка не бывает. Я уж не говорю, 94-й год, первые президентские выборы, которые относительно были свободны и справедливы, но выборы первого года, шестого года, десятого. И, скорее, наоборот, предвыборные результаты, ну, июнь все-таки это сколько, за 4 месяца до выборов, они немножко увеличиваются. То есть, я думаю, что явка, вот порядка, сказал, примерно 75%, она будет точно. И те, кто говорят о бойкоте или призывают бойкот, это, кстати, не новая история, это уже 20 лет в истории Белоруссии, так сказать, продолжается такое дело, что нет, на самом деле, это все просто приписано, все это туфта, так сказать, большая часть, никто не поехал, каждый представитель оппозиции, если вот вы, например, на моем месте будете, им будет говорить, ну что вы, у меня 100 человек друзей, и в Фейсбуке, и реально, все были на дачах, все где-то что-то пили пиво, танцевали, никто не ездил. Мол, этого я не верю, никаким результатам, не только, так сказать, ЦИК там Ермошиной, но и Нисепи там профессора Манаева. На самом деле, конечно, это не соответствует действительность. Явка будет, и вовсе не только потому, что, там, деканаты стращают студентов, так сказать, начальники цехов, там, своих работяг, инженеров, и так далее, хотя это тоже, конечно, все есть, но по той простой причине, что и в политической культуре, вы, как русская служба, прекрасно знаете, по примеру, России и других, так сказать, среднеазиатских республик, и Закавказья, по политической культуре, это одна из немногих форм, вообще, проявления какой-то, так сказать, общественной активности. Участие в политическом процессе. В политическом процессе. Пусть, конечно, мы с вами скажем, да, это иллюзия, все равно, там, что-то все схвачено, неважно, там, у Каримова, у Путина, у Лукашенко и так далее, но с точки зрения обычного человека, все равно, когда, кстати, опять-таки, Нисепи задает вопросы, вот в каких формах вы считаете наиболее, как-то, ну, вообще, существенное, вот ваше проявление участия в decision-making, так сказать, процесс, как правило, на первое место называют это выборы и референдумы, там, 70-65%, а всякие эти, подписания петиции на площади, или что-то, где-то, НЖО, партии, несколько процентов. Так было всегда, и я думаю, что на ближайшие, ну, годы и в России, и в Белоруссии, и во многих других постсоветских странах это останется. Поэтому, что кажется, явки, я думаю, безотносительно ко всяким припискам и давлению, которые, конечно же, будут, она, все равно, будет высокая, а самое главное, конечно, достаточно для того, чтобы результаты были признаны, так сказать, ну, выборы состоявшимися. Ну, вот есть такой термин голосование ногами, а можно ли сказать, что белорусский электорат в данном случае будет уходить или голосовать ногами, отдаляться от этой перспективы нестабильности, которую они воспринимают, ну, вот, в свете того, что происходит в регионе, в частности, в соседней стране. Ну, подождите, смотря, что вы умеете голосовать ногами. Обычно, вообще, голосуют ногами, говорят, что люди не ходят голосовать, а куда-то уезжают, там, на дачу или что-то. В этом смысле-то, то есть, они бойкотируют выборы. Ну, в данном случае я имела в виду, что голосовать, они пойдут, они придут голосовать для того, чтобы уйти, отдалиться от этой перспективы. Да, но тут уже не столько сам факт, сам факт вообще голосования о том, как они проголосуют. Я с вами абсолютно согласен. Во-первых, конечно, как я уже сказал, вот, большинство, ну, какое-то большинство, трудно сказать, там, 72%, 5%, 7%, нужное большинство, для того, чтобы выборы признаны, стоишь, оно придет. И самое главное, как проголосуют, я думаю, что большинство, все-таки, ну, как большинство, не по, там, 79, как любят объявлять цик, или там, 81, или сколько, вот, а, ну, больше половины. У нас по Конституции, по Электоральному кодексу, значит, 50 плюс 1 голос, как в многих странах. И результаты поствыборных опросов и 10, и 6, и 1 года говорят о том, что в основном, вот, Лукашенко получает от числа принявших голосований, а не всех, значит, избирателей, необходимые где-то от 55, там, до 60%. Я думаю, что он это возьмет и сейчас. И в этом смысле, да, Пелуши придут и проголосуют, и, возможно, даже чуть больше, о чем мы вначале говорили, именно потому, что они предполагают, что, знаете, как это говорится, лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. И вот сегодня для, повторяю, массового белоруса, не для несогласного там меньшинства, в виде такой вот синицы в руках, это, значит, президент Лукашенко, его команда и то положение в стране, о котором же они сами говорят, что оно ухудшается и в целом идет в неправильном направлении. Если оценить динамику российско-белорусских отношений, разное было, и вы упомянули в начале нашей беседы о том, что многовекторность, определенная президентом Лукашенко, была принята на вооружение, если так можно сказать. Что происходит с общественным мнением и что происходит в реальности? Ну, это сложный вопрос. В каком-то смысле даже сложнее ее на него ответить, чем на предыдущий. В каком смысле сложный? Ну, я хочу сказать, во-первых, что что бы ни говорили, неважно, власти об этом белорусские говорят или российские, или наоборот, оппозиции, там, разные точки зрения, реальность какова, что больно большая часть белорусов все-таки относятся весьма благожелательно к России, именно, я не говорю там конкретно Путин, Иванов, Петров, кто там в Кремле, или, так сказать, вообще к России, как стране, как народу и так далее. Я мог бы сейчас приводить конкретные какие-то цифры, ну, я не знаю, вот, например, задавался такой вопрос, вы себя чувствуете ближе вообще культурно к европейскому, так сказать, типа, вот человеку, или, так сказать, вот к российскому, то, там, или даже к советскому. В разное время задавался вопрос, последний раз, помню, где-то год назад, ну, соотношение, примерно 70% отвечает белорусов, что они вот чувствуют близкую психологическую, культурную, историческую близость к России, чем там, против 20, там, 23, 22% за европейскую. В общем-то, это, так сказать, существенно не меняется. Если задавался несколько вопросов вообще такой смешной из точки зрения многих, вообще считаете ли вы Россию за границей? И свыше 70, по-моему, где-то 7% скажут, нет, конечно, это никакая не за границей, а ответили положительно, не помню, там, 12-15%, вот это вот сохраняется. Но сейчас, я сказал, это более сложная ситуация, в чем, почему, потому что, в общем-то, это связано с предыдущим нашим, вот, так сказать, этапом разговора, что массовое сознание белорусское восприняло вот события в Украине и вокруг нее, ну, очень, мягко говоря, тревожно, мягко говоря, тревожно. А, собственно, в чем-то тревога. Кто, собственно, там оперирует-то? Неважно, что упаковывает российская, так сказать, медиа, там, белорусские или какие-то угодно, что вот это фашисты, бандеровцы и так далее. Все равно все знают, что там Россия оперирует. Как оперирует? Легально, нелегально, так сказать, вежливые человечки, невежливые, зеленые, синие, голубые. Это уже вопрос второй. Все прекрасно знают, что, так сказать, там Россия действует. И вот этот факт, что к сегодняшнему времени, по данным ООН, вы знаете, свыше 6 тысяч убитых. Уже 8, да. Уже 8, да. Ну, вот я помню, уже, видите, быстро 8, к сожалению, быстро этот счет идет. Уже 8 тысяч убитых, свыше миллиона, покинувших, ну, кто по Украине, кто в России, кто в Европе, неважно, покинули, так сказать, свои места. Ну, не надо забывать, что в Украине всего живет, там, не знаю, 50, там сколько сейчас, 52 миллиона, 51 миллион. Вот, конечно, это огромная цифра. Вот, и поэтому, я что хочу сказать, что вот к этому традиционному, в общем-то, такому лояльному, благожелательному, даже дружескому взгляду основной части белорусов на России стала вплетаться вот эта вот такая диссонирующая мелодия. И поэтому сегодня отношение такое немножко двойственное становится. Ну, в чем эта двойственность проявляется? То есть, опять-таки, когда задаются такие фундаментальные вопросы на культурном базовом уровне, как я вам сказал, с кем вы себя идентифицируете, так сказать, граница, не за границей, я уже об этом говорил. Когда задаются вопросы по текущей политике, ну, например, относительно сейчас у всех на слуху вот вопроса, значит, военного, новая, значит, база военная, значит, Медведев приезжал, переговоры, все это, и так далее. Собственно, это не новый факт, это только сейчас новое, то, что уже из-за кулис вынесли это по каким-то соображениям, значит, Москва вынесла это, так сказать, в публичное пространство. Так вот, год назад, в сентябре, задавался вопрос совершенно конкретный. Я помню тогда главком, значит, военно-воздушных сил, по-моему, Бондарев у фамилии, Владимир Бондарев, генерал, вот, уже озвучил тогда эту информацию, что в следующем году будет размещен, так сказать, новая база, по-моему, Бавруйский, по-моему, даже называлась, вот эти СУ, не помню, 24 или 27, и какие, по-моему, 24, по-моему. И задался вопрос, как вы к этому, так сказать, относитесь. Ну, если вас цифра интересует, могу конкретно потом посмотреть, но позитивно к этому отнеслись примерно четверть к этой идее, негативно тоже примерно четверть, а большая часть порядка где-то там 40, почти там 5 или свыше 40 процентов, ну, индифферентно. Вот, с учетом того, вот, бэкграунда, о котором я вам говорил, что в основном культурно-психологически очень симпатично смотрят Беларусь и на Россию, это нет. Другой вопрос задавался, я все-таки не удержусь, чтобы конкретно его задать, потому что это важно, вот это прояснит зрителям и слушателям вашего это отношение. Значит, вопрос задавался о том, стоит ли разрешить, есть ли возникнет такая необходимость, проход, значит, войск российских в Украину через Беларусь? Радикальный достаточно. А, ну, нет, нет, потому что он не с потолка взят, это год назад уже, так сказать, возникали такие там какие-то намеки, разговоры, в том числе со стороны российского, белорусского руководства, поэтому вопрос сформулировали. Обычно, знаете, социологи из своих личных убеждений с потолка не берут, все-таки мы смотрим, что действительно в обществе, в дискурсе народа, там, властей и так далее. Так вот, выбрал вопрос, что если руководство, значит, Беларуси разрешит проход российских войск для, так сказать, оперирования там в Украине, но не с востока, а с севера, три четверти, даже больше, по-моему, 76-70, просто сказали, категорически нет. Второй вопрос уже в этом же году, стоит ли поддерживать санкции, которые Россия ввела в ответ на санкции Запада против всех этих, так сказать, белорусских креветок, как вы знаете, норвежского, там, Салмана и все такое прочее. Тоже, ну, не 77, но две трети сказали нет. Поэтому я говорю, что сегодня отношение именно белорусской общественности, общества, я не говорю, там, коридоры власти, кто там, администрация, МИД, там, это, так сказать, особый разговор, вот, вот такое вот двойственное отношение. По-прежнему, значит, россияне вроде братья, друзья и так далее, но если у них такие дела, там, с кем-то происходят, неважно, с японцами там где-то, так сказать, или на Курилах, или сейчас с братской Украины, делайте свое дело, нас не впутывайте. Вот экономическая ситуация каким-то образом повлияет на то, как будет в дальнейшем формироваться, я не знаю, подход к политике, как на исход выборов, хотя говорят, что на исход выборов, наверное, уже ничего так радикально не повлияет. Ну, вот экономика сейчас, насколько тесные упряжки идет с политикой? Ну, в целом, вы совершенно правы вообще в постановке этого вопроса, потому что экономика, я уж не говорю там вообще согласной теории, но вот сегодня, сегодня и последние годы в Беларуси стала самым важным фактором политики. Прямо по Марксу почти что, да? Это значит, что как сам народ, вот за исключением этого последнего случая, ну, это в связи вот с этими событиями в Украине, как сам народ, исходя из экономического положения, вот смотрит на все, в то же время рейтинг отношений к властям, к своей внешней политике и прочее. До выборов-то осталось всего ничего, фактически месяц, сегодня у нас какое-то 9 число, а выборы 11. Ну, месяц-два дня осталось, да, 33 дня. Вот, за это время, и не надо забывать, что, несмотря на общее ухудшение положения, все равно руководство Беларуси уже повысило пенсии, стипендии, и прочее, с 1 сентября это объявлено было еще в середине августа, там, по-моему, на 5 процентов, так сказать, кот наплакал, но не важно. Это была предвыборная акция? Ну, конечно, это, нет, дело в том, что это повторяется, как и в России, как и в Беларуси у нас, вот эта накачка, пампинг, вообще всех, так, социалки, как любят у нас говорить, и в социальной инфосфере, экономической, перед всеми выборами, вот, и, как правило, поскольку ресурсы-то скудные, особенно у Беларуси, как правило, это действует лак не больше, чем там полгода после выборов, и потом рейтинг идет вниз, вот, поэтому еще раз, первая часть моего ответа на ваш вопрос, что повлияет ли ухудшение экономического положения, которое, безусловно, сейчас есть, это фиксируется самими и властями даже, а не только там, независимыми аналитиками? Я думаю, что нет, вы, как я уже сказал, вот такие примерно результаты будут. Что касается дальше, более сложно сказать, поскольку это зависит не столько от внутренних, так сказать, раскладов, сколько от внешнеполитических. Первое, от отношений белорусского руководства с российским руководством. Второе, от отношений белорусского руководства с Западом. Это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Если их отдельно, коротко тоже рассмотреть, тоже буквально по минуте-две, с Западом, так сказать, как бы, ну, может быть, легче, значит, посмотреть, потому что Запад, как мы уже говорили, старается эту ситуацию, вот, использовать последних полутора лет этого конфликта, потому что для Запада тоже геополитика, вы, наверное, хорошо знаете, сейчас вышла на первый план, и все эти внутренние, что там, демократизация и так далее, не то, чтобы вообще ушло, но отодвинулась, так скажем, деликатно. И это понятно, я думаю, если бы мы сидели с вами в Газдепе, там, и в Кремле тоже, так сказать, смотрели, скорее всего, или в Брюссельских, там, каких-то коридоров власти, таким же образом. И поэтому, конечно, они вот уже в течение нескольких месяцев, вы сами упоминали визиты лидеров, вот, на эти переговоры по поводу Украины, там, в январе и многие другие вещи. Сейчас очень много эмиссаров всякого рода и Соединенных Штатов, и Западной Европы, чуть не каждую, так сказать, неделю, уже месяц точно посещают Минск. Вот, и Лукашенко приглашал речь держать, вот, скоро будет, когда там, в конце сентября, значит, на Генеральной Ассамблее ООН там вместе с Путиным будет, и прочее, прочее. Много таких индикаторов. И, конечно, главное, чего ждет белорусское руководство от этого, от Запада, это, знаете, как это, старая тоже такая советская приговорка, не учите меня жить, а лучше помогите материальными. Это вот выражает суть, так сказать, отношения белорусского руководства вообще к Западу таковому. И 15 лет назад, и 5 лет назад, и сегодня. Конечно, они прежде всего будут просить и ожидать, ну, конечно, чтобы санкции сняли, санкции, конечно, не такие, как в отношении России, но зато введено уже чуть не 20 лет назад, это запрещение на визиты на Запад и прочее. И второе, чтобы дали, так сказать, поддержку. Но тут вопрос сложный. Дело в том, что Запад и раньше, и сегодня никогда не давал, так сказать, за здорово живешь, ничего, ни политических каких-то таких вот шагов не предпринял, ни тем более денег. Он требовал определенных реформ. Ну, не сменить вообще все там вверх на голову, конечно, никто не будет это просить, это нереально. Ну, хотя бы экономические реформы начать и так далее. И есть уже прецеденты, когда, не помню точно, по-моему, где-то в районе, значит, 9-10 года АМФ выделял 3,5 миллиарда на экономическую реформацию. Они успешно, так сказать, были съедены, растрачены, никакой реформации не было. Это опыт есть. Будет ли сегодня Запад более сенситив, более, так сказать, чувствительным к этому, или, скорее, менее чувствительным к этому, и немножко махнет рукой на то, что там не такая уже будет реформация, и это в требованиях будет не так смотрено, не знаю, это вполне вероятно. Это вот, так сказать, в эту сторону. Что касается России, тут ситуация более сложная, потому что, с одной стороны, конечно, российского руководства, ну, это моя личная точка зрения, тут я уже не ссылаюсь на данные опросов, они понимают прекрасно, что если даже их и не устраивает по целому ряду всяких причин конкретно позиция белорусского президента и вообще с тот АСУСВО, который есть сейчас в Беларуси, в частности, вот, непризнание аннексии Крыма, ну, и многие вот это, вот, так сказать, лавирование между двумя, что называется, стульями, вот, но сейчас ставить ставку на то, чтобы, так сказать, менять коней на переправе, на этих выборах, в частности, и что-то другое ставить, нет ни времени, ни возможности, и вообще сейчас, мягко говоря, не совсем до этого, когда и с Украиной все еще в разгаре и так далее. Поэтому я думаю, что в целом, конечно, в Кремле, наверное, уже решили все равно поддержать, вот, и, скорее всего, они экономически как-то поддержат, но вот в отличие от Запада, которая свои, так сказать, условия немножко редуцирует, по сравнению с тем, что было раньше, скажет, ну да, немножко что-то там реформа, то все, но, как говорится, мы не... Нож в горло вам не представляем, чтобы вы вообще там что-то сами. То я думаю, что как раз с российской стороны-то наоборот. Вот, они, если представят какие-то экономические преференции, так сказать, снижение, там, может быть, цен на, значит, энергоносители, там, и рынок больше откроют для продукции, и прочее, и прочее, в последнее время, вы знаете, там всякие заморочки происходят, вот, скорее всего, то условия больше... Сам факт вот этого открытия, вынесения на публичное пространство этого вопроса военной базе, который мы только что вспоминали, он как раз и подтверждает эту вещь, потому что это уже давно все идет, но это за кулисами что-то просачивалось, слишком под двери какие-то слухи, что-то там, Бондарев сказал, тот сказал, а сейчас все, пожалуйста, пять дней назад объявили, что это на заседание правительства будет, так сказать, Путину на стол положено, сейчас уже сам Медведев приезжает и дает. А сбудется ли то и то? С Запада представят ли, так сказать, деньги из России? Ну, тут я затрудняюсь дать однозначный ответ. И там, и там есть определенные опасности. Работают самые разные силы в Беларуси, не будем сейчас конкретизировать, спецслужбные службы, это вопрос второй, которые заинтересованы в своих каких-то итогах. Ну, я могу просто представить вам такую фантастическую картинку, что 11 октября может плюс-минус, ну, не таких масштабов, но повториться ситуация 19 декабря 2010 года. Ну, не таких масштабов, там и мороз был 25 градусов, 25 тысяч на площади, и стекла били в доме правительства, и 8 кандидатов, а все на все, и прочее. Но пусть даже это будет, так сказать, относительно, бабья лето будет стоять в начале октября в Беларуси, вот и не 25 тысяч, а пусть даже там, не знаю, 2,5 тысячи только будет. Но я не исключаю, что какие-то радикальные силы могут опять, так сказать, призывать к тому, что мы не признаем никаких выборов, опять что-то побьют, куда-то пойдут, и, так сказать, товарищ этот сорвется опять, а кто-то и поможет, так сказать, этому сорваться, и на заднем направлении все это накроется медным тазом. Но это не будет выражение популярного протеста, правильно? Ну, это другой вопрос, понимаете, чьего это будет протест выражения, это вопрос второй. Конечно, это не будет популярным, я уже поэтому сказал, если 25-35 тысяч было по разным оценкам в декабре 2010 года, то сейчас это уж точно не будет многотысячной, если они вообще состоятся. Скорее всего, будет несколько сот, или, может быть, вот там, не знаю, 2-3 тысячи. Суть в другом, в том, что даже в малой форме, если это будет проходить в такой вот, так сказать, в таком виде, то это может привести к блокированию возможного помощи материальной с Запада. И вообще замораживанию этих вот всех попытки размораживания отношений с Запада, как это случилось после, вот, так сказать, разморозки 8-9 года, вот этим 19 декабря. И в этом смысле отношения Беларуси с Западом были отброшены, вы знаете, очень далеко назад. Только вот из-за Украины они стали потепляться. В свою очередь, если кто-то, так сказать, в России вдруг сейчас сорвется, что называется, с катушек, трудно сказать, там тоже есть любители, кажется, поиграть в горячее, вот, то не исключено, что белорусское руководство может резче взять, так сказать, темп в сторону восстановления отношений с Западом. И как оно сработает, я затрудняюсь сказать. Такая возможность, исключать ее нельзя. Такая исключено нельзя. Но, конечно, самое вероятное, что Лукашенко и вообще вся команда будет стараться, как они раньше говорили, сосать, так сказать, как он говорит, ласковая теля двух телок сосет, так сказать. То есть стараться оттуда и оттуда. Удастся ли это сейчас сделать, как удавалось это раньше? Думаю, что вряд ли. Или ненадолго. И поэтому, вот я сейчас заканчиваю, если говорить на более долгую перспективу, как экономический фактор воздействует на политический процесс в Беларуси, не до выборов, а, скажем, после, на полгода, на год, где будет источник хоть какой-то экономической стабильности в Беларуси, в самой, сложный вопрос. Если предположить, что все-таки больше как-то будет с Западом размораживание, то тогда нужно руководству все-таки как-то реформирование, хотя бы в экономической сфере. Ну, что значит реформировать в экономической сфере? Ну, это значит все-таки открывать шлюзы. Что это значит? Это значит все-таки меньше контроля над экономикой, над частным предпринимательством и так далее. Это, значит, начнут какие-то группы формироваться, олигархи появятся. Сейчас у нас реально олигархов нет. То есть это примерно украинизация, ну, хотя бы экономики белорусской. А прекрасно наше руководство понимает, что, значит, украинизация, значит, хотя бы экономики неизбежна. Так или иначе, рано или поздно, ну, пусть не с Лешим, но через 2-3 года придет таким же политическим результатом, как в Украине, конечно, они будут стараться как-то это, так сказать, это двинуть. Если вдруг, если вдруг вот резко ухудшаться отношения России, ну, уже не отношения вообще, конфликт углубляться, точнее говоря, России с Украиной, то тогда, значит, и помощь, и требования по отношению к белорусскому руководству станут гораздо более жесткими. И в смысле баз, и много еще чего. И приватизации, которая до сих пор пока сдерживается в сторону продажи основных, как говорится, предприятий и самых лакомых кусков белорусской экономики в российские руки. Это все вопросы всплывут опять. Как они будут решаться, скажем, через полгода после выборов, 11-го там апреля, затрудняюсь сказать. Но, понимаете, провести такой вот тренд на основании ближайших 32 дней, который осталось, вот так оно потихоньку, ни шатка, ни валка будет. И следующий, знаете, по тренду, на следующий год я бы не стал. Наверное, куда-то это как-то сдвинется, куда не знаю.